Мы очень рады видеть вас здесь, в Экотехнопарке. Каковы ваши впечатления об увиденном, о нашей технологии, о том, что рассказал доктор Юницкий? Я считаю доктора Юницкого гением. Это просто поразительно. До приезда сюда я не знал, чего можно ожидать, что нового можно узнать. Здесь я увидел практическое применение этой технологии, предназначенной для людей. Есть два типа технологий. Первые настолько продвинутые, что они могут быть массово внедрены и применены лишь через 40-50 лет. Только тогда люди смогут принять. А эта технология уже вписывается в реальный мир, в реальную экономику, когда вы видите ее коммерческую перспективу и внедрение в течение одного-двух лет. Или даже сейчас. Она представляет ответ на вопрос, в котором мы нуждаемся. Я считаю, что оно нам необходимо, потому что всей планете требуется новое транспортное решение для улучшения нашей жизни, и чтобы мы могли передать это следующим поколениям. Какое из преимуществ этой технологии вы считаете наиболее важным? Экологическая безвредность, низкая стоимость или высокие скорости? Стоимость не очень важна в бизнесе. Она имеет значение для долгосрочной перспективы. Мне нравятся другие аспекты этой технологии. Конечно, она отличается высокой экологичностью, что важно для людей. Но, к сожалению, большинство экономик не основывается на экологических факторах. Мы должны представить другие факторы, кроме экологичности. Мы должны показать коммерческую привлекательность. Здесь большое значение имеет универсальность, вариативность технологий. Если у вас есть гибкие решения, позволяющие одновременно устранять различные проблемы с помощью этой технологии, то это будет большим преимуществом с точки зрения инвесторов. Они будут вкладывать ее, поскольку она применима для транспортировки грузов и людей в различных объемах и на различных скоростях. Это является очень важным аргументом для расширения рынка сбыта продукции с точки зрения инвесторов. Это очень интересно для нас. Стоимость можно всегда варьировать и обосновывать. Если люди будут видеть разнообразие реальных, пусть и дорогих, инфраструктурных проектов, стоимость для них уже не будет иметь большого значения. Они будут вынуждены принять ее. Вы спросили доктора Юницкого, какой он видит эту компанию и самого себя через 20 лет. А вы сами видите себя участником этого проекта в том будущем, который обрисовал доктор Юницкий? Я бы не был сейчас здесь, если бы не видел этого. Большое спасибо. И вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok